Уже около трех недель Великий Классик не слышал звонких голосов ребят. В кабинетах и коридорах 12-й гимназии непривычно тихо. Но учебный процесс в самом разгаре. Школьники получают новые знания в новом формате. Сейчас у нас учителя используют совершенно разные системы. В основном это учи.ру, потому что все олимпиады, на них задания. Учителя многие занимаются в платформе Я-класс, она тоже похожа на учи.ру. У всех этих систем недостатка. Например, РЭШ хорошо объясняет новый материал, но нет закрепления. Учи.ру больше дано на закрепление, но нет такого объяснения, как дает учитель. Сегодня платформы начали совершенствоваться и добавлять себе новые возможности и функции. В гимназии номер 12 одними из первых в городе в дистанционном обучении начали использовать конференцию Zoom. Во-первых, она дает возможность увидеть сразу до 100 человек. Классы у нас большие, по 33 человека. Во-вторых, учитель видит всех этих ребят. Дальше, здесь есть возможность проводить дискуссии, организовывать проблемные методы обучения. Я вообще сторонник цифровых технологий, потому что, во-первых, фактический процесс образования в данный момент не нарушается. Так как обучающиеся также изучают тот же самый материал. Все учебники у них перед руками. Все комментарии, они слышат, соответственно, по учебному материалу от меня. Тесты, они проходят в онлайн-режиме. Единственный момент, да, все зависит от компетентности учителя. Если учитель готов, приходится самосовершенствоваться и познавать методы дистанционного обучения, то я не сомневаюсь даже, что все должно получиться. Мне оно очень сильно нравится, потому что больше времени остается сделать домашнее задание. Вопросы дистанционного обучения сегодня на особом контроле губернатора Сергея Цивилёва. Именно глава Кузбасса стал инициатором проведения каждодневных онлайн-родительских собраний. Они уже прошли в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. 12 апреля стартовой площадкой для масштабного мероприятия станет Ленинск-Кузнецкий. Перед кузбассовцами выступят глава города, руководители образовательных учреждений, педагоги, школьники и родители. Участники поделятся опытом организации дистанционного обучения. Всекузбасское родительское онлайн-собрание в Ленинске-Кузнецком можно будет посмотреть на YouTube-канале в воскресенье в 19.00.